Премьер-министр Республики Казахстан, правительственная комиссия в составе руководства Министерства энергетики, Комитета атомного энергетического надзора, представители местных исполнительных органов сделали объезд по всем критическим объектам теплоснабжения города Сарань, объехали все ключевые котельные, ознакомились с ходом работ по восстановлению тепловых сетей, Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, задействована резервная схема теплоснабжения, сроки определенной премьер-министром находятся на контроле Министерства. Оперативно работают государственные органы, всю работу, в том числе и местные исполнители, проводятся для обеспечения надежности теплоснабжения. Работа организована, организовано дежурство, в необходимом объеме проводятся сварочные работы, сварщики, техника они обеспечены, обеспечен контроль, то есть в настоящее время работа идет, как я уже говорил, в плановом режиме. Здесь есть совокупность ряда факторов, то есть первый режим автоматика показывает объективно режим аварии, есть проблемы работы циркулярных насосов, есть проблемы были связаны непосредственно с работой котла, с работой низкого кипящего слоя. Ну вот я говорю, объективные, окончательные выводы может сделать только комиссия, которая определит проблемы. То есть сейчас это все восстанавливается, работают ремонтные бригады уже сейчас, и вот окончательные выводы мы сделаем, но тем не менее работы по пуске-наладке будут продолжены, станция будет работать, то есть у них в планах запуск не только первого, но и второго котла. А вообще можно было эту проблему избежать изначально? Нет, она вышла в ходе как раз именно пусковых работ, то есть изначально дали команду на запуск, предварительные были, все условия соблюдены, мы надеемся, но это я говорю, комиссия покажет. И вот в ходе запуска было два аварийных отключения, то есть два раза запускали данный котел, он выходил на режим работы 55 градусов, но потом режим автоматики был выключен. То есть сработала техника, будем надеяться, что с усилением команды пуска-наладки данной котельной данные проблемы будут устранены. Мы эти котельные специально посетили, были котельные, на которые котлы были демонтированы, сейчас они восстанавливают работу этих котлов, то есть сейчас пока температурный режим позволяет, там в одном месте два, в другом месте три котла, в одном пять котлов, уже котлы эти монтируются, заказаны дополнительные котлы новые, то есть до наступления таких уже резких температур, похолодания, в соответствии с планом работы Акимата данные дополнительные котлы будут установлены. А вот эти 80 домов котлов? Сейчас котлов, от которых их пока достаточно для поддержания температурного режима. Комиссии, давайте дождемся заключения комиссии, то есть комиссия будет достаточно детально работать, они отследят весь период, весь хронометраж возникновения аварийных действий персонала, решения, которые предшествовали, изучат протоколы работы оперативного штаба по подготовке к зиме, я думаю, объективная картина будет представлена. Это должна разобраться комиссия, по заверению подрядной организации, они усиливают команду пусконаладчиков, то есть дополнительные специалисты должны вот сегодня, завтра утром прибыть. Мы ознакомились с режимами работы, с аварийным журналом, с данными работы автоматики данной станции, но окончательные выводы сделает комиссия. В соответствии с планом развития города, планировалось запуск новой большой районной котельной, которая должна была заместить маленькие котельные, которые обслуживают кварталы и объекты социального обеспечения города. В силу причин, которые будут определены специальной комиссией, то есть будет уже эта комиссия создана, комитет Атануэнергетического надзора детально разберется, в чем была проблема при запуске данного объекта, он не был своевременно введен, запущен в эксплуатацию. В этой связи Акиматом оперативно задействована резервная схема теплоснабжения, как я уже говорил, восстановлены и восстанавливаются уже в завершающей стадии работа мини-котелин, происходит подключение к тепловым сетям, часть объектов уже подключены в настоящее время, и вот до конца дня будем эту работу на контроле держать, чтобы в соответствии с установленными режимами, в соответствии с установленными графиками все оставшиеся дома и объекты социального назначения были подключены. Мы посетили сегодня школы, посетили детский сад, посмотрели, как обеспечивается поддержание тепла, циркуляция, сверились со сроками подключения, то есть пока идет все в соответствии с установленными графиками.